а такие дожди лупили а пойма не наполнилась винограмм такое впечатление что где-то открыты шлюзы и вода вся сходит по-моему даже воды еще уменьшилась и то чтобы добавится после дождей стало еще суше в принципе то к чему мы шли на лодке к этому добрались мы приехали за землей ну вот среди зарослей окопника окопник огромный здесь меня сюда поражают своими размерами листья как лопуха такой там чахлый по берегам канавок растет именно настоящее мощное растение и корни такие же у него так вот зарослях окопника границы заросли окопника и заросли мяты расчищаем землю запах стоит как на конфетной фабрике и делать мятную карамель вот такая вот земелька я считаю что чем лучше чем покупать в мешках непонятный мусор которые ленятся вывозить на мусорку фасуют в мешки называют земля для рассады там наполовину с кокосовый кокосовым волокном еще какая-то стружка то лучше лучше вот этой земли я думаю придумать вряд ли что можно корни у окопника тут дерево позавидует таким корням такой еще интересный момент что чем дальше от русла пускай даже второстепенного и ближе к пойменным озерам то есть тому руслу которого уже нет возможно тысячи лет остались небольшие ямки тем более жирный и толстый слой чернозема опять таки чем он больше жирный тем его дальше носить а носить чего тут тоже просто ходить нелегко а носить чернозем совсем прямо скажем удовольствие ниже среднего приходится выбирать вот такой вот такой грунт на мой взгляд прекрасный грунт если что не так можете написать комментариях но мне кажется что то такая земля гораздо лучше чем платить магазинам за то что минимум можно использовать как мульчу максимум нужно просто утилизировать вот моя плавучие полено груженая землей на мой взгляд прекрасной землей посмотрим что скажут еще павловне и воде я земля просто отлично но мое субъективное мнение можно можно отправляться домой и конечно если я груженый пролезу а то застрянут в болоте придется балластр сбрасывать чего очень не хотелось бы субъективно будет нет у и Продолжение следует... Продолжение следует...